Добрый день! На телеканале Ника ТВ новости в студии Екатерина Киселева и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В социальных сетях появилась информация о возгорании на авторынке в МЧС. Пока это ЧП не комментируется, подробности мы планируем сообщить в наших следующих выпусках. Падение рубля угрожает экономикам девяти стран. Армения, Грузия, Украина, Узбекистан существенно зависят от денежных переводов из России. В некоторых из этих стран падение рубля может в итоге спровоцировать политический кризис, отмечает одно из британских изданий. Тем временем сам рубль хотят сделать невыездным. О том, что российские деньги следует исключить из международного финансового оборота, заявил вице-президент Европарламента Ришард Чернецкий. При этом он уточнил, что это может стать шагом к очередному продолжению санкций против России. Российские эксперты, в свою очередь, не считают, что подобная мера будет иметь какие-либо серьезные экономические последствия. С моральной точки зрения это не очень приятно, я бы сказал, хотя с экономикой это абсолютно незаметно. Реального хождения рубля за границей не было. Хотя уже лет 7-8, даже может быть чуть-чуть больше, можно было в некоторых странах, в Швейцарии, например, обменять рубли на местную валюту. Запрет этого обмена экономических последствий иметь не будет. День Автономной Республики Крым отмечается сегодня. 20 января 1991 года прошел всекрымский референдум, на котором большинство местных жителей высказались за восстановление крымской автономии. Это предопределило статус территории в составе Украины, а сама дата была учреждена как День Автономной Республики Крым. Вот уже почти год Крым входит в состав России. Как изменилась жизнь на полуострове, у нас сейчас есть возможность узнать из первых уст. На прямой связи со студией редактор Симферопольской телерадиокомпании ТВ Екатерина Зуева. Екатерина, здравствуйте, поздравляю вас с праздником. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как живется крымчанам в России. Добрый день. Ну, хочется сказать, что сегодня у нас, как никогда, солнечная погода, необычная для такого времени года, буквально вот весна. Настроение у всех очень замечательное. У нас в редакции уж точно, потому что этот год и прошлый год для Крыма очень исторический, и люди в приподнятом настроении. Буквально вчера и сегодня мы уже выдали в выпусках новостей репортажи о том, как республика празднует. И хочется отметить, что вот крымчане, они патриоты даже в мелочах. Были такие детали в репортажах, что даже девушки-заколки носят с флагом России и Крыма. Этот год очень важный. Безусловно, есть проблемы. Много вопросов. Потому что 15-й год – это год, когда Крым начал жить уже полностью по законам Российской Федерации. Но правительство работает. Мы, как журналисты, конечно же, критикуем, чтобы работалось им лучше. Но я думаю, что все получится. Потому что перейти из одного государства в другое – это сложно. Очереди, повышение цен, незнание где-то каких-то норм закона Российской Федерации – все это добавляет сложности в жизни крымчан. Но я надеюсь, что с помощью власти и журналистов, которые следят за работой чиновников, все получится. И будем жить в большой стране. Спасибо, Екатерина. Удачи вам. Наш регион доступен для каждого. Инвестиционный портал области запустили теперь на японском и корейском языках. Таким образом, теперь узнавать об инвестиционном потенциале региона можно уже на пяти языках – русском, английском, китайском, японском и корейском. Созданные языковые версии призваны расширять деловые контакты нашей области с другими странами. С помощью ресурса представители международного бизнес-сообщества смогут изучить экономический потенциал региона, ознакомиться с доступными индустриальными площадками для размещения производства, налоговыми льготами и преференциями. А русский язык вошел в пятерку самых влиятельных в мире. Ученые составили глобальную карту влияния языков. Самым коммуникативным признан английский. Также в этом списке оказались французский, немецкий, испанский и португальский. Глобальную значимость языка исследователи определили по тем сетям, которые он формирует в научно-образовательной и художественной литературе и по ареалу цитирований в интернете. Кстати, русский язык занимает шестое место в мире по распространенности. На нем говорят 260 миллионов человек, его изучают более 10 миллионов иностранцев, а за границей работает около 100 центров изучения русского языка. Нашлась. Накануне около полудня в полицию поступила информация о том, что пропала 70-летняя Ангелия Сергеенко. Предварительные поиски не принесли результатов. Вечером в социальных сетях отряд «Лиза Алерт» набрал добровольцев на экстренные поиски. В 9 вечера на Силикатном собралось более 50 человек. Также в поисках участвовали сотрудники полиции и МЧС. Женщину искали в микрорайоне и лесной полосе возле деревни Белой. Но около полуночи ее нашли недалеко от Анниных, добровольцы поискового отряда. Хочется сказать очень большое спасибо молодому человеку, который в районе 11 часов вечера сообщил о том, что на трассе в районе Мстихина увидел бабушку нашу. Мы выдвинулись туда сразу же, стали смотреть местных, выезжали на сероводородный источник. И в итоге в Ваненках на остановке наша бабушка стояла замерзшая. Мы отвезли родственникам, там на тот момент находилась полиция. Они уже по состоянию, я думаю, решили везти ее в больницу или нет. Полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в совершении кражи из кафе на улице Хрустальной. Подозреваемый славянской внешности, на вид ему 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы русые средней длины. Был одет в темный пуховик, синие джинсы, темные свитеры, черные ботинки. Все, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Опасная незамерзайка. Это зимой число поддельной омывающей жидкости, которую удалось изъять полицейским, выросло. Производители мастерски маскируют свой товар, а страдают доверчивые автомобилисты. Как выбрать качественную и безопасную для здоровья незамерзайку, разбирался Андрей Хорошавин. Даже здесь стучку нужно. Под прицелом полиции в этом рейде запрещенный товар, а именно незамерзающая жидкость. На оптовом складе Обнинска инспекторов привлекает внимание торговая точка. Омывайка здесь в большом количестве, а цена чересчур низкая. По чему продаешь? По 100 по 90. По 100 по 90, а от чего зависит от количества. Контрольная закупка произведена. Люди в штатском предъявляют документы и уже с пристрастием исследуют товар. При внимательном изучении видны и другие признаки кустарного производства. Вот эта заводская штука, где наклеены у нас две наклеечки, да? Наклеен и разный розлив. Здесь почему-то меньше, здесь почему-то больше. Сам же хозяин уверяет, долго искал хорошего производителя. Доставляют ему товар напрямую с завода. Вот я вам даю документы, откуда приводят, на чем приводят машины, транспортные, одни и все. Даже в бломбе я сам снимаю. Правда, в накладных отыскиваются недочеты. В качестве получателя сам предприниматель не значится. Омывающая жидкость доставляется неизвестной организации. Принимайте, я. Получатель? Авангар. Ну, это им вопрос. Откуда эта незамерзайка и самое главное, из чего она, еще предстоит выяснить. В результате проверки возложено дело административного пронарушения. По статье 14.2 Кодекса административного пронарушения Российской Федерации. Изъятая продукция направлена на химическую экспертизу. Общее количество изъятой продукции более 8 тонн. Что можно использовать в качестве омывайки? Летом можно залить простую воду. А вот зимой приходится уже выбирать. Либо купить дорогую незамерзайку в магазине, либо приобрести нечто подешевле на трассе. И почему же на одну ведется охота полиции, а другая так стоит дорого? В чем ее преимущество? Будем выяснять. От разновидности омывающих жидкостей в порядочном магазине разбегаются глаза. Однако состав у них у всех весьма схож. Главные составляющие – поверхностно-активные вещества, вода, ароматизаторы, красители и спирт. Один из способов отличить незамерзайку настоящую от подделки довольно прост. Хотя бы даже по цене первое можно осмотреть. То, что омывайки изготавливаются из трех видов спиртов. Это этиловый, метиловый и спропиловый спирт. Так как этиловый спирт, он получается дорогой, постоянно повышающий на недоакцизы. Кстати, этанол считается одним из самых лучших. У него ниже точка замерзания. При этом у этого спирта нет неприятного запаха. А главное – он безопасен для здоровья. Только сыскать такую омывайку почти как подвиг. Проблема в цене достигает нескольких тысяч рублей. Альтернатива этанолу – изопропиловый спирт. Цена ниже, впрочем, как и свойства. Изопропиловый издает резкий запах. И при использовании его в качестве основы для стеклоомывателя он самый неудачный. Он дольше испаряется, остаются разводы на стекле. Неприятный запах пытаются спрятать ароматизаторами. Зачастую безуспешно. К тому же этот спирт твердеет при более высокой температуре. Потому его приходится больше добавлять в вымывающую жидкость. Основные же преимущества – считается безопасным и разрешен к использованию. Впрочем, есть и еще один тип незамерзайки. Правда, про нее крайне негативно отзываются в магазинах. В первую очередь, с осторожностью. Потому что там уже продаются по низкой цене. Поэтому навряд ли будет хорошая незамерзайка. На трассах за городом можно встретить такие универмаги. В частности, продают и незамерзайку. Правда, сертификатов нет, происхождение неизвестно. В магазине покупают. В каком? В любом. Просто для витрины поставили. Такую омывающую жидкость чаще всего делают из метанола. Отличить продукт кустарного производства можно по цене. Ниже 150 рублей, скорее всего, используется запрещенный спирт. В отношении метанола могу сказать следующее. Что это яд достаточно сильный, сосудистый, нервный, который действует на нервную систему. Минимальная концентрация его достаточна для того, чтобы несколько глотков привести к тяжелым последствиям, даже к смерти. Между тем, незамерзайкой на основе метанола пользуются практически во всей Европе. Под запрет этот спирт там не попадает. А жители Санкт-Петербурга даже завозят из соседнего государства. Пользуясь только финской, сейчас привезла три канистры, стоит 2,5 евро. Сейчас курс евро сгладил разницу. Потому закупаться стало не так выгодно. Хотя некоторые, по возможности, все равно приобретают заграничную омывайку на основе метанола. Дешевле, да и по характеристикам лучше. Почему же у нас нельзя использовать этот спирт? Дело в том, что попал он в список неугодных в 2007 году. Вот постановление главного врача страны. Метиловый спирт является наиболее опасным токсическим веществом. Парганолептическим свойством практически неотличим от этилового спирта. И в случае использования его в качестве суррогатного алкоголя приводит к летальному исходу. Учитывая изложенное в целях предупреждения возникновения отравлений среди населения метанолом, постановляю прекратить практику использования метанола при их производстве, а также продажу населению указанных средств, содержащих метанол. Если говорить проще, эту незамерзайку пили вместо алкоголя. И приводило это к печальным последствиям. Такие случаи были достаточно в массовом количестве, в середине так называемых 90-х годов. Когда, например, незамерзающие вот эти жидкости, они использовались лицами для, фактически, в качестве суррогатов алкоголя. А если не пить, а использовать по правильному назначению, то есть в стеклоомывающей жидкости? По технологическим свойствам своим они значительно превосходят те, которые продаются официально на заправках, в магазинах и так далее. В качестве основы для стеклоомывателя, то токсичность их практически одинаковая. Никакой из них не является более ядовитым. Однако, стоит оговориться, именно сам спирт лучше. Что же может оказаться в бутыле вот на таком производстве, остается загадкой. Парадокс приходится решать и самим автолюбителям. Плохая омывайка – дорого. Хорошая – запрещена. Андрей Хорошавин, телекомпания НИКА-ТВ. Две самки толстых лори из Калужской области переехали в московский зоопарк. После необходимого карантина Ява и Суматра заняли место в экспозиции «Ночной мир» павильона «Приматы». Животные еще совсем молодые, одной – три, а другой – четыре года. Толстых лори поселили вместе с самцом. И хотя в природе они живут одиночно, животные быстро поладили друг с другом. По договору обмена передали в московский зоопарк двух самок лори в обмен на двух самцов Копотанов Плакса. Самки лори у нас находились в тропическом мире, в павильоне, в экспозиции «Ночные животные», животные ночного мира. У нас было три самки и самец двух самок, мы передали в московский зоопарк. И пара самка и самец лори остались у нас для дальнейшего возможного разведения. Зигзаг удачи. На улицах столицы Таиланда появилась зигзагообразная дорожная разметка, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходным переходам. Она сменяет обычную за 15 метров до пешеходной зебры. Увидев ее, водитель инстинктивно настораживается, снижает скорость, его внимательность повышается, считают авторы идеи. Таиланд считается страной с крайне высокой аварийностью. Ежегодно там на дорогах погибают до 26 тысяч человек. И на этом пока все итоги этого дня. Мои коллеги подведут в вечерних информационных выпусках. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова